Ранним утром 24 августа в столице республики горело историческое здание, которое является объектом культурного наследия. Открытый огонь локализовали оперативно, но на полное тушение понадобилось несколько часов. Едкий дым распространился на историческую часть города, включая Красную площадь. Здание имеет более чем вековую историю. Оно построено купцом Ефремовым под склады. Складское помещение находилось рядом с основным родовым имением Ефремова. В советский период здесь располагался дом инженерно-технических работников. А в 1936 году здание было передано под дом пионеров и октябрят города Чебоксары. Затем оно использовалось под базу для театра юного зрителя и Московского гуманитарно-экономического института. В последние годы исторический объект пустовал. С 2007-го он находится в ведении городского управления капитального строительства. По данным Госкомитета по чрезвычайным ситуациям объект был без охраны. Пожарные прибыли через 4 минуты. Локализация прошла быстро, но полная ликвидация пожара длительное время, потому что перекрытия старые деревянные, ранее которые были там арендаторы, старый пластик. И поэтому этот едкий дым, он пошел практически по всей исторической части города. И поэтому, конечно, резонанс был такой нехороший среди населения, что объект взят под охрану. Огонь повредил кровлю здания и внутренние помещения. В администрации Чебоксара наши телекомпании сообщили, что это здание предназначено под музей города. Объект вошел в программу празднования 550-летия столицы. Стоимость реконструкции оценена в 652 миллиона рублей. Татьяна Молокова, Александр Петров, Сергей Рябчиков, Республика. Вообще пожар был ликвидирован за 3 часа. Всего в ликвидации ЧП участвовало 17 единиц техники и 54 человека. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...